Монта Салернитана. Матч клубов, который в какой-то мере побратим. Обе команды в этом году проявили себя с очень достойной стороны. С боевым характером. Команды, которые не боятся соперника и готовы вырвать клыки даже грандом, таким клубом, как Лацио, как это сделал Салернитана в гостях. Ювентус, который получил априух от Монте. В контексте матча между собой мы видим достаточно устойчивую тенденцию, которая располагает нас к тому, чтобы выявить свои интересные варианты на данный матч. Первый фактор, первая рекомендация. Это обе забьют. Да, команды, исходя из турнировой таблицы, исходя из проведенных матчей, сегодня должны показать классный футбол. Хлопнув дверкой перед чемпионатом мира. В первую очередь, это касается Монте. Да, если не получится победить сегодня, сильно-то не ударит по турнировому положению команды. Плюс еще, как вы понимаете, длинная дистанция. Но терять ОЧЕ с клубами, которые равны себе, не хочется. Фиолентана уже показала свой боевой характер в матче с тем же Мендусом в гостях. В домашних играх с Фиолентиной. Да, конечно, Соло-Интер прошлись по ним, но команда из Солерна оставляет о себе очень приятное впечатление. Обе собьют. Да, не видится интересным вариантом на данный матч. Обе команды, кстати, не выдерживают быстрого темпа. Обе команды грешат не дисциплинарными огрехами. И во втором тайме, как обычно, в классе вот этих команд, как Монте, Солерна Тана, это сказывается. Поэтому второй тайм, общий туртвул желтых карточек более трех. На этом все, друзья. Увидимся на чемпионате мира. Лайк, подписка и счастья тебе!